Жми на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Друг мой, если у тебя нет денег в GTA Online, то рекомендую тебе вот эту группу по прокачке персонажа, GTA Online Los Santos Crew. Здесь ты найдёшь прокачку практически на все платформы, PlayStation 3, PlayStation 4 и ПК. Также, на удивление, тут очень низкие цены на накрутку, поэтому переходи и заказывай, ссылка в описании. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Райль. Я очень рад приветствовать вас на своём канале в этот просто шикарный день. Приветик от меня получает Вадим Головинский, приветик тебе Максим Тутулькин и большой пламенный приветик тебе Саша Хвостов. Спасибо вам, друзья, огромное за то, что вы меня смотрите, вы самые лучшие. И что ж, ребят, сегодня мы с вами сделаем кое-что просто необычное, а именно спасём Титаник, самый крупный лайнер 20 века. Если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, напиши, исправьте меня в комментариях, вот, вот, сурового, мега-мощного цунами в GTA 5. Да, надеюсь, у нас это сегодня получится, ребят, сейчас мы отправимся к самому этому Титанику, огромному кораблю. Кораблю, вы не представляете, насколько он огромный, серьёзно. Вот, также, ребят, напишите в комментариях, хотели бы вы оказаться на Титанике, да. Ой, что, что такое? Почему машина так гонит? Капец! А, точно, это же я настроил ускорение для этого Титаника, чтобы он не так медленно плавал, потому что он очень медленно, друзья, плавает. Ну, ещё раз напомню, ребят, если вам понравится сегодняшнее видео, обязательно ставьте большущий палец вверх, также подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать на моём канале. Я буду очень рад вас видеть на своём канале, если вы будете подписываться. Вот, ну, и также напишите в комментариях, хотели бы вы оказаться на этом огромном лайнере, или, серьёзно, вот, не вспоминая о судьбе Титаника, да, вот, на самом деле, если бы он был бы, да, если бы он остался бы в живых. Вот, напишите в комментариях, хотели бы вы там оказаться, как по мне, это просто шикарный лайнер 20-го века, серьёзно. Там всё, прям, сделано для людей, но это только для первого класса, как вы помните, капец, я никак не могу разобраться с этой машиной, почему она так быстро едет, это просто капец какой-то, ребят. Я сейчас говорю и просто еду в какие-то стены, вот. Вот, конечно, всё это было для первого класса, третий класс, конечно, бедствовал, к сожалению, но можно было, в принципе, плавать, можно. На секундочку, вылетел из автомобиля, и, ребят, сегодня, наверное, инициируем крушение такое, которое было в фильме, ребят. Если вы смотрели фильм, обязательно ставьте большущий палец вверх и напишите в комментариях, смотрели бы также фильм этот или нет. Вот я лично смотрел, ну, пересматривал, ну, раз 10, честно. Не знаю, может быть, мне делать было нечего, но этот фильм мне очень нравился. Вон, посмотрите, как далеко вообще красиво смотрится. Давайте, наверное, включим, знаете, чё? Weather Extra Sunny. Так, капец, капец, быстрая тачка. Ну, ладно, вот, посмотрите, трубы видны вот эти, да? Давайте поближе подъедем, капец, капец, он красивый! Капец, он красивый, ребят, согласитесь, но как мне туда забраться, я не знаю. Ну, ладно, аккуратненько сейчас мы туда доберемся. Давайте с помощью, наверное, ноу-клипа всё это сделаем. Посмотрите, какой он шикарный просто, лайнер. Ну, чё-то он, мне кажется, трясётся. Да, да, трясётся. Так, тут у нас, видимо, гараж какой-то. Да, это гараж с ограбления вроде. Ну, ладно, не будем на него обращать внимания. Давайте отправимся на посадку. Что ж, ребят, оказался я здесь, да, посмотрите, как это всё выглядит. Как вы можете видеть, это просто превосходно. Сравните Майкла и этот огромный корабль, ребят. И давайте станем на вот это то самое место, где стоял Джек и Роза. Вспомните этот момент, ребят, вспомните. Сейчас, ребят, как вы слышите, играет музыка из Титаника. Она реально прикольная, согласитесь. Вот, посмотрите, Майкл. Как же это красиво всё выглядит. Давайте, наверное, знаете, что сделаем? Переключим на время суток, на ночную. Будет ли Титаник светиться? Это превосходно, ребят. Это просто шикарно. Посмотрите, как он выглядит. Превосходно. Восхитительно. Просто класс. Супер. Вот, посмотрите, издалека, ну... Ну, шедевр. Ну, согласитесь, ну... Нету больше слов, кроме слов восхищения. Так, хорошо, давайте подключим теперь на... День. И теперь отправимся, давайте, в... Каюту свою, да. Нас же посадили. Мы, давайте, представим, что мы... Ну, первый класс, да. Мы сейчас отправимся в эти самые... Такие шикарные места, где только обитали вот эти все богатенькие люди. Вот она, та самая рубка, из которой был виден айсберг. Ну-ка, давайте, знаете, вот сюда отправимся. Вот то самое место, где не заметили смотрящий айсберг. Давайте посмотрим, как это все высоко выглядит. Конечно, Майкл надел очки. Ну, знаете, на самом деле, достаточно высоко. Мы сейчас, наверное, на уровне, ну, пятиэтажного дома, может быть, даже... Мне кажется, больше. Может, девятиэтажного. Не знаю, честно, не помню, какие габариты Титаника, но... Насколько я знаю, он просто огромный. Так, нашел я еще один вход, и вот она. То самое место, где, ребят, если вы вспомните, в самом конце вот эти часики, когда Леонард Ди Каприо смотрел на них и встречал Розу. Да, прикольно, кстати. Так это все выглядит. Да, конечно, возможно, в масштабах это не так воплотили разработчики. Да, мне казалось в фильме, что это все так огромное. Да, тут, знаете, статуя, ну, как бы, может быть, она должна быть немножко побольше. А то как-то Майкл вообще сильно огромный на фоне вот этого всего помещения. Согласитесь. Так-с. Ну, ладно. Ладно, не будем мучить на все ошибки. Посмотрим, что у нас тут есть дальше. Давайте спустимся еще ниже. Еще ниже. Так-с. Главное, никуда не провалиться. Так, тут, я так понимаю... Да, это те самые лабиринты, когда главная героиня пыталась выбежать на поверхность. Да, тут капец, заблудиться можно было запросто. Ну, ладно. Ну, согласитесь, Тектаник, Тектаник на самом деле шикарный. Просто шикарный. И мы сейчас отправимся как раз-таки на этом шикарном лайнере теперь в плавание. Так, ребят, я за штурвалом огромного лайнера под названием Титаник. Его немножко, конечно же, колбасит, как вы видите. Так-с. Посмотрите, как это выглядит со стороны. Шикарно. Лос-Антос затопило цунами. Как видите, остались только верхушки домов. Да, Титаник почему-то начинает косить немножко. Но мы, я думаю, справимся. И попытаемся сегодня, друзья, не затонуть в этой пучине. В этом... Просто посмотрите на это. Капец. Волна. Так, аккуратненько. Ч-ч-ч-ч, спокойно, спокойно, спокойно. Капитан Смит. Или как там звали? Капитана. Так. Мы проплываем. Справа вы можете видеть дом. Высокий дом. Это как на экскурсии, ребят. Мы тонем. Мы тонем. Быстро покинуть судно. Быстро покинуть судно. Быстро покинуть судно. Быстрее. Быстрее. Ребят, мы тонем. Вы знаете об этом? Мы тонем. Майкл. Майкл. Майкл, быстрее на корму. Я немножко, ребят, заговорился. Быстро на корму. Нет. Майкл. Майкл. Пожалуйста. Ооо. Как она стремительно на нас идет. Эта волна так аккуратно. Проходим. Проходим. Просто. И ребят сейчас чувствуют, как на настоящем Титанике. Он начинает скрениться прямо вертикально вверх. Аккуратно. Главное, главное, главное выжить. Надеюсь мы, надеюсь. Надеюсь мы выжим. Давай Майкл. 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 Нет. Нет. Майкл, не надо. Нет. Майкл. Мы сейчас, мы должны сейчас на корму. На корму забраться. Давай. Беги, родимый. Беги. Беги. Быстрее. Пожалуйста. 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 Титаник просто в вертикальном положении. Нет. Быстрее. Быстрее. Капец, ребят. Не дай бог никому оказаться на Титанике. Ну конечно, он уже затонул. Но посмотрите, насколько это страшно выглядит. Вот посмотрите. Я не могу забраться наверх. Мы тонем. Мы идем ко дну. Мы идем ко дну. Мы идем ко дну. Ребят. Все, мы падаем. Мы падаем. Мы просто падаем на самом деле вниз. Мы никак не можем встать, потому что... Потому что он в вертикальном положении. Посмотрите, как он заходит в воду. Так, ребят. Попытка нам в два Майклтона не смог просто встать. Просто не мог встать. Мы должны, если будем тонуть, добежать до кормы. Все, мы тонем. Мы тонем. Мы тонем. Мы тонем. Мы тонем. Мы стремительно тонем. Быстрее. Нужно добежать до кормы. Нужно добежать до кормы, Майкл. Пожалуйста. Если ты хочешь выжить, то ты должен добраться до кормы. Или мы не тонем. А! Что это? Что с тобой происходит, братишка? Ох. Вы это видели? Это было нечто. Посмотрите, она со стороны, как это выглядит. Титаник просто не может противостоять этому огромному цунами. А! Мы идем в воду. Мы идем на дно. Нет! Посмотрите, ребят, как Титаник заходит в воду. Вы это никогда не увидите. Он уже практически на дне. Посмотрите, как этот... Посмотрите, как Титаник выглядит со стороны. Как он тонет. Ребят. Вот так он тонул. Серьезно. Я сейчас выйду, я окажусь под водой. Мы застряли в каком-то доме. Майкл, давай. Ты должен выбраться. Ты даже под водой ходить можешь. Я знаю. Аккуратно. Посмотрите, как это выглядит со стороны. Ребят. Посмотрите. Вот так выглядит Титаник под водой. Это просто шедевр. Прикольно, ребят, согласитесь. Это выглядит, конечно, немножко забавно. Да, если смотреть со стороны игры. Но если это воплотить в реалии, то выглядит это... Немножко страшновато. Согласитесь. Вот оказаться на вот таком Титанике. Это, конечно, страшно. Вот посмотрите. Волна просто его... Переворачивает. Серьезно. Посмотрите. Он просто под нами. Почти около нас. Почти около нас засасывает. Нужно уходить. Нужно уходить. Так, ребят. Настало время, я так думаю, заключительного Титаника. Да. И он отправляется в свое последнее плавание. Посмотрите, какой он шикарный. Мы сейчас едем по вот так... Едем, говорю. Плывем по вот такому бушующему океану. Который не щадит ничего на своем пути. Посмотрите. Аккуратненько так плывем, плывем. Я надеюсь, мы сегодня не затонем. Но, не знаю, его начинает опять кренить. Он начинает опять, ребят. Мне кажется, сейчас будет тонуть. Но я думаю, мы будем сейчас сопротивляться этому. Мы будем этому всячески сопротивляться. Я не хочу, чтобы Титаник опять затонул. Но мне кажется, этого не избежать. Нет. Он не тонет. Только не говори, что ты тонешь. Капец. Кажется, самолет, кажется, по сравнению с Титаником, вообще крохой какой-то. Не знаю. Вот. Ну-ка, Майкл окажется крохой на самом деле. Так, мне кажется, Титаник начинает тонуть потихонечку, да? Тогда нужно, наверное, выходить отсюда. Нет. И нас откинуло. Нас просто откинуло куда-то в какую-то сторону. Нет, ребят. Титаник не сможет выжить в этом огромном цунами. Посмотрите, как он начинает тонуть. Это просто жесть. Посмотрите. Вы видели, мы не можем даже в буквальном смысле добраться до кормы, потому что она очень сильно кренится в вертикальное положение. И мы просто начинаем падать, даже не можем встать спокойно. Так что, ребят, как-то так, как-то так. Титаник не справился с огромным цунами. Но это выглядело забавно, да? Но это только в игре, ребят. Не нужно воплощать это, конечно, в жизнь. Не дай бог, конечно, кому-то там оказаться. Это на самом деле очень страшно. Так что, ребят, думаю, вам это видео понравилось. Вот, ставьте большущий палец себе за Титаник. Если вы смотрели этот фильм, обязательно ставьте большущий палец себе. Пишите в комментариях, нравится ли вам этот фильм. Мне, например, он очень нравится. И напишите также, сколько вы раз его смотрели. Вот, мне будет очень интересно узнать. Ну что же, ребят, на этом будем заканчивать. С вами был Кафф Сдирали. Желаю вам всем удачи. Оставайтесь, ребят, такими же классными. Никогда не болейте. Берегите обязательно себя и своих близких. И увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok